Группный план Чайник Слушай, клево Да Вот Чайник Так вот Но Когда ты говоришь Мусорная столица Ну не надо Это же так Это самоезд Мне хочется понагнетать Я бы сейчас специально просто шел Заходил во дворы Как там у людей посмотреть Во дворах ситуация Мне показалось Где-то примерно 70 на 30 70 это вот куча Огромная С пакетами разными Разномастными Да Товарищ Чурин Вчера По-моему Или позавчера Вчера Вчера Да, ясно высказывался Нету никаких куч Вы все врете Врете вы все Ваши свидетели Крысы Крысы бегают По Октябрьскому проспекту Свидетели крысовые Да Да Вот Ну ты опять вот Начинаешь На деталь Что тут Нет У меня вполне было ощущение Вчера Ну заранее Вернее Перед этим пресс-конференцией Что власти пойдут Вниз Ознанку Именно так это называется Будут отрицать Мне тут вспомнился Сразу бывший руководитель Города Кирова Он тоже ведь там Отрицает Да все Нет у меня никаких Иностранных гражданств Да нет Нет у меня какой-то Зарубежной Недвижимости Ну и вчера было тоже Полное отрицание Что все у нас В порядке С вылазом мусора Володь Ты видел когда-нибудь Другой рисунок Поведения у бюрократов Я не видел Когда там может быть Когда Когда можно было им импровизировать Когда гайки не настолько были закручены И не все так было централизовано И никогда не была выстроена эта вертикаль Вот тогда какие-то импровизации еще возможно Какое-то стремление быть на одной волне с народом было Но это было очень давно Контрреволюционные вещи говорите Филипп Филиппович Контрреволюционные вещи Конечно Ладно Владимир Маматов Прис-секретарь компании Вятий Приветствую Владимир Светанин Здравствуйте Добрый день Начался Новый год И мы продолжаем наши К счастью продолжаем наши встречи Традиционные по вторникам Именно в это время Все наши разговоры Об ИТИ Да Они выложены на нашем сайте Кирова.ру И на нашем канале в Ютьюбе Заходите Пересматривайте Переслушивайте Ну и мы будем продолжать эту работу Все наши программы Именно там и появляются Итак Новый год Какая фраза сейчас пафосная Чего компания Вятич ждет От 21 года Ты хочешь чтоб я тебя спросил Да Да Я тебе написал И ты действительно меня спросил Это то что я тебе написал Ну Слушай Какое изумление Слушай Ну да Прямая Прямая Хорошо Прямая инструкция Правильно выполняется Когда Сейчас такое время Что загадывать Что-то прогнозировать Ну очень сложно И вообще это Мягко говоря Неблагодарное дело Дело в том Что вся жизнь Это искусство Делать Достоверные выводы Из недостоверных данных То есть из неполных Точнее Вот и все То есть прогнозировать На самом деле Иногда новое Еще действие Нет Прогнозировать В спокойные Тихие времена Легче Да В сложные Ну как бы Сложные Вот и все Но прогнозировать Все равно надо Потому что без прогноза Без предвидения ситуации Рулить вообще не надо Ну я согласен Да Ну вот и все А связи Ситуация С моей точки зрения Она крайне проста Во-первых За прошлый год Мы подросли По объему Давай сейчас Вот каких-то положительных Примеров Фактов Цифр Действительно Чтобы как-то взбодриться Порадоваться Положительные примеры Факта Мы ненамного выросли Мы выросли Порядка Шести процентов Всего-навсего Ну слушай Это приличная цифра Ну учитывая Что предшествующих Три года Завод сокращал Производство Там на 10 15 процентов То есть Несколько лет подряд Мы падали Сейчас мы Немножечко Немножечко поднялись Я думаю Что это вот как раз Начало того роста Который нас ждет А шесть процентов Это именно что Объемы 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 Сколько всего Продукции Было произведено Это без класса Да естественно Вот И Самое главное в чем Во первых Мы начали выпускать Новые сорта Мы действительно Сделали ставку На то Что мы будем делать То что интересно Кировчанам То есть Мы будем выяснять Что будут люди пить Что они будут пробовать Что бы им хотелось И вот исходя из этого Мы будем Дальше эту линию развивать Клиента ориентирован Совершенно правильно Как часто мы слышим Ну Это практически матерный Руссок Ну оно да Такая штампованная фраза Нет У нас беда с языком В том что он засорял Англицизмами всех сортов В огромном количестве И простые в общем-то Ясные вещи Иногда выразить Выразить трудно Безматерных Этих английских выражений Но Хорошо Клиента ориентировалась То есть первое Это вот пример Зеленая безалкогольная Летняя безалкогольная Красная безалкогольная Я предполагаю Что в эту линейку В следующем В этом точнее Году Войдут еще Один Может быть Два сорта Мне противоречит Генеральный директор завода Он призывает Остановиться Илья Николаевич Куврагин Но я надеюсь Все-таки мы тем И катаним Убедить его Что парочка новых вещей Она заинтересна Давай сейчас Оставшиеся полчаса Посветим уговаривание Илья Николаевич Илья Николаевич Народ просит Народ требует Ну учитывая Что мы поймем Это только после опросов Опять же Действительно ли это надо Или не надо Один из важнейших пунктов Поэтому Сейчас первый момент Все-таки мы согласимся На какое-то Предварительное тестирование Ну все То есть это вот То что касается Новинок Которые Вот на поверхности Лежат на самом деле Они понятны Короткие срок годности Это привлекло всех Потому что Эта тенденция будет продолжена Эта тенденция будет Будет продолжена Почему Потому что Лозунг для авиачи Это свежее и местное Вот ключевое понятие Которое должно Осесть в головах хировчан Вообще В головах всех потребителей Это свежее и местное То есть свежее Ты Ну я несколько раз Пересказывал Когда я был свидетелем Когда ребята Приезжие Заходят в кировский магазин И начинают искать местное Это абсолютно понятно Потому что Вот тот пример Который я тебе тоже приводил Когда Для ресторана Альпин Приглашали Австрийского шеф-повара Да Совершенно правильно И этого австрийца Когда его По-моему В гостинице России Он поселился Если я не ошибаюсь Когда ему предлагали Пиво безлокогольное Разумеется Ему Предлагали Импортное Он хлопал глазами С изумлением И говорил Ребят А зачем мне Я хочу попробовать То что ваше здесь Потому что У австрийцев У чехов Баварцев Ну вообще Вот как бы У всех европейцев Которые это делают И понимают Вариант того Что ты будешь В своей области Потреблять Пиво безалкогольное Разумеется Которое Произведено В другой Ну он Непонятен Потому что Оно должно быть Свежим Произведено Буквально сейчас Оно не должно Где-то там Консервироваться Ехать Там еще что-то Это как молоко Вот классические Примеры Молоко с пивом Безалкогольным Разумеется Сравнивать Конечно нельзя Там масса Совершенно различий Это два разных продукта Но у них Есть одна схожая черта Схожая особенность Молоко Ты видел когда-нибудь На привавке в Кирове Скажем Финское молоко Или немецкое Ага Вот так вот Целенаправленно Я его не искал Поэтому не видел Я боюсь И даже если бы Была целенаправленный Поиск Мы бы пришли К тому же результату По части молока Я только кировских Производителей Естественно Естественно Это понятно Это понятно Мое нутро Оно к нему приспособлено На протяжении всей жизни Да Нет В первую очередь У тебя Знаменитое русское слово Да нет Да нет То есть у тебя Просто-напросто Ты понимаешь Что оно произведено Здесь Вот завод Вот эти коровы Которые там Стоят Доятся Все замечательно Все понятно По крайней мере А что тебе привезли Из Германии Чехии Из Израиля Откуда Ну как-то Ну у меня Изначально Какая-то Уже к этому Настороженность Какая-то Правильно Потому что Это минимум Консервант Это минимум То есть в плане молока Ты это понимаешь Прекрасно Тебе ничего не надо Объяснять А когда мы Сталкиваемся С выбором В области Безалкогольного Пива У нашего человека Возникают Когнитивные Проблемы Ситуация наоборот Совершенно правильно То есть он Не понимает Что этого делать Он не понимает Что этого делать Нельзя И вот у нас Есть вот такие Расхождения Интересные Я считаю Все-таки Я считаю Что людям Надо давать Выбирать Людям надо Давать Понимание Конечно И очень Про культуру Потребления Мы поговорим Пожалуй Еще это Тоже один Ключевых моментов Но надо Давать возможность Выбирать Качественные То есть Вот у меня Был хрестоматийный Пример Я не помню Я рассказывал Когда я наконец Понял разницу Между продукцией Вятича И Привозным Если Я не помню Даже как Как этот сорт Совершенно случайно Я ехал Из Москвы В Киров Была Остановка Во Владимире У меня Оставалось Значит Безалкогольный Вятич И такой же Безалкогольный Я купил Какое-то Привозное Там Иностранное Ну я его Потреблял Ну Я был абсолютно Не искушен На чем еще В пуезде заниматься Совершенно правильно Вот Я его открыл Начинаю употреблять Опа Обнаружив Что у меня есть Остатки Безалкогольного Вятича Думаю Надо допить Я допиваю И я Просто у меня Момент истины То есть Я понимаю Что вот это Причем Я взял Тот сорт Вятича Который Я никогда Не покупаю Ну просто Ничего другого Не было Вот этот Сорт Вятича Который Я не покупаю И не покупал И не покупаю Это Настоящее А вот то Что я купил В Варьке На станции Во Владимире Это Извиняюсь Вот Газировка Просто Газировка Все Все У меня вдруг Я начал понимать Что вот Действительно На самом деле И это Классика То есть Вот На самом деле Мы сформулируем Конечно Эмиссию Компании И понимание Ну вообще Как бы Расширенно Это сделаем И будем Говорить Об этом До бесконечности То есть Почему Потому что Если мы Не видим Что мы Несем Что компания Несет На самом деле В окружающий мир К чему она призывает То есть Философия Из этого слова Ты понимаешь В том числе Ну анекдот В том что Ты благодаря Этой философии Начинаешь Выстраивать Производственные Процессы То есть Ты не можешь Делать вот это Вот это И вот это А должен делать Вот это Вот это И вот это Потому что Ты считаешь Вот так То есть Вот такая Такая система Поведения И С миссией Мы почти Определились Скажем так То есть Мы уже начали Понимать Вот как Должна быть Устроена Вообще вещь То есть То есть Понятно Что Из Того Завода Который У нас Был Там Допустим В 98 Одним Рывком Стать Вообще Как бы Компанию Компанией Мирового уровня На самом деле Ну Это Не такая Простая Задача Тем более Из кириевских Компаний Я не помню Вообще Производства Которые бы Выходили Даже на федеральную Время Нормально И Атич вышел Выйти На уровень Он вышел Но нам Нужно движение дальше И вот От 21 Года Мы ждем Во-первых Новинок Сортовых Это понятно Плюс Мы сделаем Упоры Естественно На том Что Это очень удачная идея Не моя А как Уважаемый Генеральный директор Это молодец Просто Великолепно Совершенно Это сорта Которые выпускались Основателем Карвом Оттошны В нем было Два сорта Причем Они пользуют Большую популярность Очень большой Это мартовская Ну безалкогольная Разумеется И Я запамятовал название Оно на октябрьферст Собственно делалось Октябрьское И механика Очень интересная То есть Ты Варил В октябре Октябрь-ноябрь Ставил И оно У тебя Дображивалось До марта Ничего себе Да Полгода Да А А потом Ты Варил В марте И И снова Полгода До того момента Очень Очень интересный момент Мы предполагаем Обсуждали это Мы предполагаем Вернуть эти два сорта С аутентичной Ну минимум С аутентичной Этикеткой То есть той Которой Бывал Шнайдер То есть Насколько Это получится Ну Укупорку И бутылку Мы не воспроизведем Потому что Нет этих бутылок Слушай Ну я понимаю Дань истории Дань традициям Основателю Тем самым Внимание Почет Уважение Но в существующих Реалиях Чем оно может Зацепить Качество Качество Только качество Так если Смотреть на Современного Потребителя Который Избалован 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 Всевозможные Представленные Продукции И одна из бед В том что Человек Избалован Суррогатами То есть Мы все время Подсовывают Какие-то Эрзации Подсовывают Вещи Которые На самом деле Сделаны Как это Из этого Самого И веток Да Вот И он Это ест Пьет Одевает Слушает Потребляет Во всех формах Да И вот Мне кажется Это может быть Это не знаю Забуждение Это или нет Но мне кажется Теку Надо предоставлять Выбор Очень простой Между тем Что сделано Хорошо И тем Что сделано Для того Чтобы получить Деньги Вот когда ты Ставишь Телегу Впереди Лошади То есть ты Пытаешься Просто Заработать Деньги Не важно Как Ты сделал Массовый Продукт Огромное Количество Очень Низкого Качества Да Ты заработаешь На нем Самый простой Способ Заработать Деньги Это снизить Цену Ну это все Знают Правильно То есть Вот мы Сейчас возьмем Снизим цену На что угодно Получим Пемпинг Да Но Это не решение Вопроса Вообще Просто Не решение Единственный Нормальный Вариант Когда мы Думаем О качестве Понятно Что мы Зарабатываем Без этого Никакая Никакая Компания Коммерческая Не может Существовать Это невозможно Да Но Но Если мы Ставим Качество Изделия Принципы На которых Мы стоим Да Выше Чем Получение Прибыли Это Становится Интересным И тогда Вот в этом Весь парадокс Вот тогда Прибыль К нам Придет То есть И придет Не в короткую То есть Не кратковременная Игра Мы Я вот На самом деле Примерно Планирую Где-то До 24 25 Года То есть Вообще Развитие Да То есть Пятилетка Можно еще Сказать Практически Пятилетка Практически Да Инновации Инновации Тире Возвращение К истокам К основам Да Как-то их Переработка Переосмысление Существует Вообще Говоря Возвращаясь К планированию Существует Три Направления В которых Должен С моей точки зрения Должен Развиваться Завод Первое Это сорта Это и традиционные Те которые мы Вытаскиваем Шнейдер Это и новые Которые мы Разрабатываем Вместе с публикой То есть Вместе с аудиторией С потребителями То есть То что Людям Будет интересно И как Пока 100 Чем жили люди Там 150 лет назад Да Когда Шнейдер Это делал Ну не 150 Поменьше Поменьше Потому что Это ему Исполнилось И так давно Вот В прошлом году Да Совершенно правильно Вот И Новые сорта Раз Второй момент Очень важный Это Массовость Расшифруй Так Просто у меня Сейчас возникли Какое-то такое Метание Что Что основное В массовости Что за основа Будет Зет Участие Большого Количества Людей В жизни Компании Как можно Большого То есть Это в том числе Вот эти Соцопросы По поводу Новых сортов Нет Смотри Это да Это один из Механизмов Во-первых Того Чтобы эти сорта Создавать Потому что Понятно Что человек Который Участвовал В опросе И получил То что он Собственно Запрашивал Он уже Становится Как-то Аффилированным Ну да На ступеньку На несколько ступенек Выше Как бы Такие взаимоотношения Производителя Но когда Человек Вот идеальный вариант На самом деле Это акции Вот как это Акции Конечно Это акционирование Компании И если бы мы были В другой стране Без вертикали власти С независимым судом И со многими Другими маленькими Приятными вещами Да Ну вот В виде демократии Там развития Экономики Экспорта Отсутствие санкций Можно Представляешь Опять В стихии Некрасова Приходит Да Ты же имеешь в виду Жаль только Жить Экспорта Согласен С тобой Это тоже Как это Герберт Уэллс Называл Ленина Кремлевский Мечтатель Вот Вернемся Но Если бы мы жили В такой стране Ну не бывало То тогда Это было бы Акционирование Это интересно Потому что Если бы все Жители Кировской области Финансово Вовлеклись В историю Компании Это было бы Большим плюсом Очень большим Любопытный сценарий Да Ну Мы его осуществлять Не будем По крайней мере В ближайшие Год 2-3 Точно Совершенно Я в этом уверен А Вариант массовости Это когда У тебя Есть Постоянный доступ К продукции Постоянный доступ К информации О заводе И самое главное Ты получаешь С этого Как говорится Какой-то гешефт То есть Ты не просто Ну Вот Когда ты листаешь Информационный сайт Да Огромная лавина усилий Я На таком сайте Работал Не один год Да Я прекрасно понимаю Что огромное количество Усилий журналистов Там Операторов Так далее Так далее Тратится на то Чтобы создавать новости Причем Их результативность Это большая проблема Единственная проблема Для того Чтобы новостейный повод Был хорош Делать контент Да А тот Точно такой же сайт Допустим Завода Ну Как ты привлечешь Человека На сайт Завода По-настоящему Ну Какие-то вещи Да Интересные Ты будешь Смотреть Но Только Скорее всего Если ты Покупатель Причем оптовый А не розничный Или же Ты такой же Производитель Ну Все Все То есть Сегмент То еще не узкий Рука Сейчас у меня Автоматически К телефону Подтянул Да Видимо Мы скажем Да Чуть позже А вот Массово Массово Да Ну Ты абсолютно Прав К телефону Да Массовый вариант Это когда У тебя есть В телефоне Это мое убеждение Еще там Запрошлого года Да Когда у тебя Есть вятич В телефоне И у тебя Есть возможность Во-первых Благодаря этому Привожению Получить льготы При покупке Продукции Ну Там Будем рассматривать Несколько вариантов Это очень трудно Монетизировать То есть Точнее Провести через магазины Этот вопрос Обсуждался Не раз А не два Очень трудно Через магазины Именно Из-за того Что в магазинах Создать систему Которая бы Считывала Продукцию Это Огромные усилия Плюс Завести это В пятерочку Допустим В магнит Да Ну Прокрасное Белое Которое Мы Любим Все И душой С сожалению С горечью Вспоминаем Эту историю Я прости Перерыв Все таки Контролирующие органы Требуют Приложение Это информационный продукт У нас возрастное ограничение Принято называть Так давай Хотя бы на скидку Я думаю 16 16 плюс 16 плюс Конечно Учитывая Что это будет Продукция Вяч Мы Предполагаем Что мы Сможем Обеспечить Вот этот Кэш Уже С Баров Вяч Которые Может быть Мы откроем Больше 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 И больше И через них Будем Как бы Все это Оформлять Это отдельная Песня Детали Мы пока Это чисто В разработке Находится То есть Детали мы Обсудим Вынесем На суд Общество Что называется Но Это Скорее всего Вещь Которая будет Работать Я предполагаю Что ее Спокойно Совершенно Скачают Там 50-60 тысяч Человек Для Кирова Это нормально Абсолютно И самое главное Мы получим Постоянно Действующее Нормальное Полноценное СМИ Куда мы сможем Выкладывать Все Что мы Хотим Новости Интерактивы Всевозможные Акции Все что мы Хотим Рассказать И вообще История И так далее Да То есть И вот этот Вопрос Я думаю Тоже Это будет Прорабатываться Ну в этом году Я надеюсь Что мы успеем Сделать Своё радио Своё телевидение Можно Ну Ты же понимаешь Ресурсы Которые потребны Для того Чтобы делать Своё радио Своё телевидение Они серьезные Весьма Ну да В первую очередь На самом деле Даже не финансовые А организационные Это серьезная работа Потому что Найти хорошего менеджера Это большая проблема На самом деле Скоро мы на рекламу Уйдем У меня просто мысль Вот эта засела в голове Сейчас ты говоришь Да Всё верно Всё правильно Стоит двигаться Но В взаимоотношении Между покупателем И производителем В данном случае Компании Вятич Можно уложить В совершенно банальную схему Пошел купил Пошел достал То есть Я веду это к тому Что Представленность продукции Она должна быть Широчайшей То есть Слово дистрибуции Которую ты используешь Да Вот Мы опять к этой больной теме Возникаем Да Чтобы ты Если ты решил пешком сходить Ты вышел из своего подъезда И ты вот идешь Вот 10 метров У тебя точка Да Торговая Ты там можешь Это получить Я сейчас Безалкогольный Человек уже находящийся Чтобы тебе не приходилось Искать эту продукцию Да скольки там лет У нас ВОЗ Продлил срок молодости До 49 Подожди 35 у меня почему-то сидит Нет Нет Это наша российская квалификация А А ВОЗ Насчет международной Что-то не припомню По-моему юность до 49 Юность Да-да-да То есть вот Ты вообще еще юн Юноша Ты просто юноша Бледный С обзором горяч А я уже Понимаешь Вот у меня юность закончилась Зрелость Да И вот я как человек Да совершенно правильно Я вот как человек уже зрелый Могу поностальгировать Вспомнить момент Когда я работал На прекрасном заводе Принта Володя Митилева В свое время И именно тогда На примере майонезной компании Когда Володя выводил Свой майонез Я раз навсегда Понял простую вещь Можно как угодно Рекламировать продукт Вот просто все делать Продумать Но если его невозможно Но если его нет На полке Это И проблема дистрибиции Я думаю После рекламы Мы к ней вернемся Ну хорошо Мы можем сейчас На рекламу уйти Спрашиваю я звук режиссера Потому что мне кажется Мы немножко пораньше Собираемся это сделать Ну хорошо Нам разрешают Уйти на рекламу Мы продолжим Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Иван Неветич Соловья Соловья бы с ним Не накормишь Да Реклама И как бы ты красиво Не рассказывал Вот я возвращаюсь На чем ты закончил Как бы ты красиво Не рассказывал Не расписывал Продукцию Если покупатель Не может реально достать Купить То все эти Ты опять хочешь Чтобы мы наехали На областное правительство Ну нет Ты говори прямо Нам что таится Честно говоря Хочешь Я на всех хочу наехать На всех На всех не надо Это контрпродуктивно На всех разом Давай еще раз Вернемся к вопросу Дистрибьюции Она Не поддержана местными властями Это первое То есть мы Мы говорили об этом Мы не видим В отличии от Многих-многих Многих регионов Не видим поддержки Со стороны власти Мы видим Только как бы Милостивое Принятие Миллиарда Акцизов И налогов И взамен этого Только какие-то Проблемы Все Это все Что есть На самом деле У нас в сухом остатке Остальное Это лишь слова Лиже обещания Лиже какие-то Туманные рассуждения АЛЕС ГИБИТС Правильно Да? Вот Закончили с этим Если бы Опять же Предположим Что мы находимся В какой-то Богословенной местности То есть Не в мусорной Столице России А в какой-то Другой То Никаких проблем С тем Чтобы Вячич был Широко Легко Свободно Представлен Во всех Торговых Федеральных Сетях Которые существуют Здесь нет Все Что для этого Нужно Это минимальная Двухкопеечная Политическая воля То есть Надо понимать Что вот Есть разговор Потому что Ой мы же живем Там в демократической Стране Поэтому там Эти торговые сети Да что вы там Ой Как мы будем Нарушать законы Свободная конкуренция В равных условиях Все должны В правовом поле Работать Все вот это Ля-ля-ля И жу-жу-жу Это конечно На публику То есть На самом деле Все решается Чрезвычайно просто Как решалось Оно в Татарии Там В Пензе В том же Ижевске И так далее То есть Вызывались Собственно Представители Торговых сетей И им объяснялось Что на ваших полках Должен стоять Вот этот продукт Потому что От него Акциз Получает Местное Правительство И это Наши деньги И мы заинтересованы Чтобы они оставались В регионе Потому что Налоги все Вы ребята Платите Не у нас А по месту Своей юридической Регистрации Совершенно правильно То есть Налогов Эти торговые сети Здесь не платят Вот будьте добры Ставьте-ка местных Производителей Нормально Хорошо Для того чтобы Мы как бы С вашего существования Имели кроме минусов Еще и плюсы Кроме того Что деньги наших людей Уходят фактически В вашу юрисдикцию То есть в Москву Чаще всего То есть какая-то часть Денежек Все-таки Ребеточки Будьте добры Верните нам То есть такой обычный Нормальный разговор Понятный абсолютно Коммерческий Но это единственный путь Да это здоровый Единственный путь Наполнение местной казны Чем больше местных товаров Представлено Тем больше Это здоровый Нормальный И самое главное Если бы Желание То этот вопрос Решился бы Я думаю В течение месяца Двух Максимум То есть для этого Просто достаточно Как бы Встать С кресла Набрать телефоны Организовать встречу Убедить людей Поинтересоваться Насколько они Довольны условиями Своей работы В этом регионе Потому что у всех У них есть лицензии У всех у них есть Крайне интересные нарушения Потому что Ты выйди Пройдись по этим Торговым точкам Здесь у тебя Противопожарные Здесь у тебя Подвоз товара Здесь вот это Гнилая замороженная продукция И так далее В общем поводы Для обращения Контролирующие органы Есть Да согласен Мгновенно То есть все это Делается во первых На законных основаниях Запускается И все это Приводит к результату Так поступали Я говорю Татары Так поступали И в Ижевске Это я все знаю Точно причем Со слов людей Которые это делали Вот так вот И И Никаких проблем Я не вижу Просто не вижу Да мне Вводили Я как-то рассказывал Что со студенником Созванивался Ну красное-белое Да Студенников Мне говорил Что Татары Это вот Нельзя Так с нами Жестоко И там Вот это все Ну я его прекрасно понимаю А что у них Магазины после этого Закрылись Нет Я просто прекрасно понимаю Что студенников Привык стричь Бабло Грубо говоря А привык Ни с кем не договариваться Совершенно правильно Он Привык Не испытывать на себе Давление Кого бы то ни было Да Совершенно верно Нет То есть он Привык испытывать Давление на самом верху Это да Это да Это понятно То есть А все кто ниже Это уже А вот регионалы Это уже Извините Ну у нас Нет У нас по сути Ну вот это Возвращаясь В этом фантастическом Мусорным заявлением Вот в этом году Вот в этом году Будут выборы Да Кстати Да И мне чертовски Неожиданно Да И мне чертовски интересно А как вот эти люди Которые нам рассказывают Эти мусорные сказки К примеру Да Как же они будут там С тем же лицом Продвигать Нет Ну они-то сидят На своих постах Их-то выбирать Мы вроде не будем Но они безусловно Завязаны на многих Других людей Многие другие С ними связаны Которые будут Выставлять свои кандидатуры Ну вот есть предположение Что в этом году Представители Самой известной партии Они не будут Светить свои принадлежности Они вроде как Вот пойдут Как сами по себе Такие Ну если Никто внимательно Не просветит Людей На самом деле Давно пора это сделать Просветить людей На тему того Кто есть кто С чем кого едят Что у кого за прошлое Кто с кем дружит Кто с кем Потому что это все просто Просто надо Объяснить Во-первых Бюджетникам Которые гонят на выборы Что ребят Ну тебя же никто Не проконтролирует Как ты проголосовал Это нереально Слушай Ты сейчас выдал Прям целую концепцию Да Как профессиональный политолог Да Как поступать Противникам Нет Я просто знаю Как делать Вот и все У меня знаешь Во сне Во сне Соберу и разберу Ладно Давай о хорошем Ну давай Про шнайды рассказали Памятник Конкретный вопрос Что с памятником Будет памятник Верю в это Очень хочу Чтоб успели До 28 марта Не знаю Успеем ли Потому что вопрос Еще не готово Сначала хотели сделать 3D модель Ну напечатать Ну цифровую Нет А 3D 3D То есть уменьшенный памятник Да какой уменьшенный В натуральную величину Они просто напечатают А То есть не вот Не отлитый еще Не напечатают Если все хорошо И замечательно Потом это отправляется Забавно название Этого завода В Подмосковье Где-то Летели Который специализируется На этих Извоениях Они отливают Вот это да Это интересно Я очень надеюсь Что к 28 Успеем То есть И Сорт выпустим Который собственно Шнейдер Делал Да мартовский И памятничек Поставим Ну с фестивалем Вообще Из-за пандемии У нас массовые Скопления Это как бы Немножечко не в тему Фестиваль День пивовара Который да Традиционно Нет Нет Я все-таки надеюсь Что мы Осилим Сдюжим Эту тему И сможем Провести нормальный Музыкальный фестиваль То есть Пригласить кого-то Из приличных групп Собрать Человек 10-15 тысяч Собрать И действительно Под эгидой вечера Как бы Начать делать это Ну имени Шнейдера Сделать ежегодный Нормальный фестиваль Не просто шествие Пивоваров Это само по собой Шествие это хорошо Конечно Это святое Да Это святое Это уже традиция Да А именно Музыкальный фестиваль Не знаю Как мы потянем И В первую очередь Это пандемия Второй вопрос Деньги Как у нас вообще Будет ситуация С деньгами Когда пандемия Закончится То есть Будет ли у нас Свободное средство Для того Чтобы вложить их В это Потому что Вкладывать мы Собираемся Еще много В чего То есть Ну Меня Откровенно говоря Радует В первую очередь То что Завод движется То есть Мы развиваемся Мы не стоим На месте У нас есть Изменения Подвижки У нас есть Понимание Вот этих шагов Этих шагов Этих шагов Этих шагов С красным 31 Как дела Слушай Неплохо Неплохо Запустили в декабре А слушай Буквально ведь месяц Да Буквально ведь месяц Прошел с момента запуска Ты знаешь Нормально совершенно Оно Безалкогольное Естественно Безалкогольное Оно продается Неплохо И что меня Больше всего На самом деле Порадовало Это Вот этот Московский Биргер Ну специалист Как бы В этой области Пивное Безалкогольное Разумеется И Джон Который Кстати говоря Во первых Один из сортов Который варится Навячий По моему Хоппи Вагер И Джон Это фамилия Уточню Да Вот И он называл Рижское Безалкогольное Разумеется И этот ролик Кстати есть На сайте завода Единственным Рижским Который вообще Варится в России Это первое То есть Лучшее Единственное В России Рижское Варится Навятище То есть Это математика С этим уже Ничего не сделать Другое дело Что это далеко Не самый массовый Сорт То есть Ну Он очень хороший Но он специфичен Ну Как говорится Пробуйте Ржаную Я напомню Да А совсем Нет Это рижское 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 А вот Красное Которое Рожженое Меня очень удивил Он же Опять Меня очень удивил Потому что Ему Прислали Причем Я Продолжаю Смеяться Над Ну уже меньше Кстати Таких людей Встречается Раньше Вятич проплатил Да все понятно Ой заплатили Это Забашляли Это Ой конечно Проплачен Ну Когда Вы мне Назовете Способ И сумму За которую Можно купить Меня и Уин Джона Я буду вам Очень признателен То есть Мой телефон Можно взять В редакциях Москвы Немедленно Связаться Если такая Трибуна Для распространения Сведений Авиатичи Доступна Вплатна Конечно Но пока Нам это За последние 10 лет Не удалось Не получается Так вот И Джон Оценил Красное Безалкогольное 31 Которая Как очень Интересное Вкусное И редкое Для наших Широт Ну это мы знали Изначально Редкое Для наших Широт Ржаное Потому что У нас С ржаным Солодом Очень мало Делается То есть Буквально На всю страну Буквально Несколько Производителей И очень Региональных Вот мы Стали в их Число Причем Кстати говоря Я даже По-настоящему Ржаного В России И не вспомнил Вот так Скудомарка То есть Это интересно Это здорово То есть Это ново И в плане Сорта Плюс Мы возродили Все-таки Рецепт 1973 года Там гоняются Рыки С вышел Наверное Да конечно Back to you Да-да-да На нашей радиостанции На каких радиостанциях Вот Мы возродили Все-таки Рецепт 1973 года Чувашова Легендарный Которая делала Пиво Елена Безалкогольная Кстати Елена Чувашова Умерла она Несколько назад По-моему Вот И ее рецепт Все мы поместили В музейке То есть Как только Экскурсии Пандемия уже бесит Конечно Вот Можно посмотреть Как бы Рецептик Вживую Как его нашли И как он выглядит И Это Вот Плюс Вот Понимаешь Потихонечку Медленно Но верно Формируется Какая-то Вот Общая модель Ну вот Когда говоришь Миссия Все-таки Это какое-то Громкое Очень слово Какая-то Типа Колумб Открывает Америка Вот из этого А здесь Медленно Но верно Формируется Вариант Когда Ты Восстанавливаешь С одной стороны Восстанавливаешь Вроде бы Рецепт 73-го года То есть Такой Традиционный Вариант А пивоварение Оно Традиционно До безобразия То есть Вот Авантюра Ну чего уж Можно Нет Нет В этих Четырех Ингредиентах Нет Ты понимаешь В том-то и дело Что у тебя От выдержки От уровня Температуры От подготовки Сырья Все в общем-то И зависит Поэтому ты Работаешь Неспешно Очень вдумчиво Спокойно Каждую деталь Которую Примеряешь Потому что Не можешь ошибиться Ты будешь Портить Все Вот То есть С одной стороны Мы восстановили Рецепт 1973-го года С другой стороны Мы ввели Абсолютную Новинку С ржаным Вкусом В оборот Совершенно Новая вещь Да 20 секунд Да То есть И вот так Мы будем Двигаться Дальше Мы будем Делать Новинки Мы будем Как бы И удивлять Людей И заинтересовывать Мы выйдем Все-таки В привожении Выйдем Я думаю Что мы Увековечим Шнейдера И я думаю Что все-таки Мы Кончится Пандемия И мы Кончится Дорастем До фестиваля Ну вот Где-то так Ну здорово Спасибо за эти Хорошие Позитивные новости Илье Николаевичу Кстати Тоже хочется пожелать Лично Стойкости Принимать Профессиональные Правильные Взвешенные Решения Чтобы не происходило Не суетиться Не впадать в крайности Действительно Смотреть вперед Скоро поднятой головой Простите за эту Банальную фразу Спасибо Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании До встречи В следующий вторник Надеюсь Всего доброго Я тоже надеюсь Все будет хорошо Удачи Крупные планы Субтитры создавал DimaTorzok